Урна с прахом Георгия Жукова торжественно плыла по Красной площади на орудийном лафете, украшенном цветами. С траурным шествием, с почётным караулом, с салютом, с исполнением гимна. Так хоронили маршала Рокоссовского, так провожали маршала Конева. У Жукова наград было гораздо больше – четырежды Герой Советского Союза. И все участники похорон вспоминали, как маршал Жуков горцевал здесь на Белом Коне 24 июня 1945 года, принимая парад Победы. Перед его началом он снял фуражку. И многие говорят, что вот он, видимо, перекрестился. На десятый удар часов Спасской башни, подрёв аплодисментов и славь Сеглинки, Жуков гордо выехал на Красную площадь, где его встречали войска. Георгия Константиновича звали маршалом Победы. Но несмотря на все заслуги перед советским народом, он не смог упокоиться с миром. Жуков не хотел становиться горсткой пепла и навечно остаться в стене Кремля. Но пришлось. Москва. 13 ноября 1973 года. В больницу Жуков приехал уже с цветами. Это были любимые Галиной Розы. Она умерла два часа назад. Маршал попросил всех выйти из палаты и встал на колени рядом с кроватью. Через полчаса он скажет «Готовьтесь меня хоронить, этого я точно не переживу». Он остался довцом, человек, который он очень нежно, искренне любил. И страшно мучил. Галина Александровна очень долго ждала, когда он сделает выбор. Слово «любовница» к ней совершенно не подходило. Это была его настоящая жена. Но Жуков не мог расстаться с прежней семьей почти 20 лет. Не единожды порывался уйти, не единожды уходил, но в силу разных обстоятельств возвращался. До кладбища он доехать не мог, потому что слишком было тяжелое потрясение. Жизнь после смерти Галины потеряла всякий смысл. И она как будто стремительно вытекала из когда-то храброго полководца. На очередную Пасху по радио передавали всеночное бдение Рахманинова. И вдруг кто-то из домашних вошел, а он стоит в тапочках возле портрета жены и смотрит на нее. И это длилось очень долго. Жукова не стало через полгода после смерти Галины. Больше без нее протянуть было невозможно. В ЦК КПСС хлынул поток обращений и писем от ветеранов. Все просили, чтобы любимого маршала не кремировали, а похоронили в могиле у Кремлевской стены. Там похоронен Сталин, там похоронен Брежнев, все генеральные секретари. Андропов, Суслов, маршалы Ворошилов и Буденный, Фрунзе. Но в Кремле посчитали, что Жуков могилы недостоин. И маршалу еще раз указали на место, отдав распоряжение об организации захоронения в Кремлевской стене урны с прахом. Это какая-то азиатчина, даже не знаю, какой-то Египет просто древний. В стене замуровывать, какая-то вот неприятность в этом есть. Первая кремация в Советском Союзе состоялась в сентябре 1918 года. Комендант Кремля Мальков и писатель Демьян Бедный сожгли в бочке только что расстрелянную Фанни Каплан прямо в Александровском саду. А дальше большевики устроили кремации целую рекламную кампанию. Призывая граждан предавать своих родственников огню, церковь подала слабый голос против безбожных инициатив. В христианском обряде очень важна цельность тела, которое должно быть захоронено в земле. И до страшного суда кости эти лежат недвижимыми, их нельзя трогать. И вот во время страшного суда они облекутся плотью и восстанут, то большевикам все это считалось поповские бредни. Печи крематориев особо активно работали в 1937 году, во время страшных репрессий. И к 70-м годам это уже считалось вполне обыденным явлением. Кремация была принята по всей стране. Родные похороненных у стен и в стене Кремля не могут прийти и возложить цветы, поставить свечку, совершить молебен. Это прощание навсегда. Потому что не принято на Пасху ходить, значит, или в родительскую субботу, ходить по Красной площади и подходить к Кремлевской стене. Маршал Конев ничего в своем завещании по поводу места своего захоронения не сказал. Его похоронили согласно статусу и заведенному государственному порядку в Кремлевской стене. А вот маршал Чуйков и генерал-полковник Шумилов попросили их похоронить у Мамаева кургана, где погибли солдаты, которых они вели когда-то в бой. И их воля была исполнена. Жуков хотел упокоиться рядом с последней супругой, любимой Галиной. Но о том, чтобы исполнить его волю, в Кремле и слушать никто не хотел. Тело полководца сожгли глубокой ночью. Долго чего-то перед этим ждали. Я подошел к одному офицеру. Я говорю, а кого же ждут? Я говорю, так долго. Маршалы могут кремировать только с одного разрешения маршала, другого маршала. Вот. Ждем какого-нибудь маршала. Подмосковье. 27 июня 1945 года. Через три дня после Парада Победы на даче маршала Жукова собрался теплый коллектив друзей. Генерал Крюков и его жена Лидия Русланова были в отличном настроении. И певица решила поднять тост за хозяина дома. Все было хорошо, кроме одного. Они не знали, что их разговоры прослушиваются. И буквально на следующий день Сталину принесли распечатку их разговоров. Он смотрит, тост за Жукова, тост за Победу. А где же товарищ Сталин? Жуков был, будем так говорить, костью в горле Иберии и всего этого МГБ. Жуков был идолом Советского Союза. Оборона Москвы и Ленинграда. Успехи в самых крупных военных операциях. Сталин сам назначил его маршалом, который возьмет Берлин. Верховный главнокомандующий велел попридержать Ивана Конева, хотя войска 1-го Украинского фронта продвинулись ближе к центру Берлина и отстранил от победной операции Рокоссовского. Сталин распорядился, чтобы во главе того фронта, первого белорусского, который будет штурмовать Берлин, стоял обязательно русский. Не поляк, не украинец, говорил Сталин, а нужно назначить именно русского. После победы советской армии вся Германия была завешена транспарантами «Слава Жукову». По Москве гуляли слухи, что маршала вот-вот назначат министром обороны Советского Союза. Сталин это злило, потому что он понимал, что он в стране решает, кто кем будет, а не какое-то жуковское окружение. Летом 46-го года Сталин собрал заседание Высшего военного совета и на нем зачитали секретное досье, подготовленное Лаврентием Берий. Со слов маршала авиации Новикова и бывшего адъютанта Жукова Семочкина, маршал утверждал, что Сталин плохой стратег и все военные операции разрабатывал лично он, Георгий Жуков. Маршал назвал хозяина страны «штафиркой». «Как-как?» – изумленно переспросил вождь. Это словечко Жуков вычитал в мемуарах Суворова, который так презрительно называл мелких штатских чиновников, ничего не понимающих в военном деле. Отчет переполнен примерами его зазнайства. Начиная от того, что он заказал картину, где он на фоне Брендобургских ворот, это в Берлине, на коне, значит, там все эти флаги немцев, значит, опрокидывает вот это вот, да, что говорили, значит, вот, вы видите, кем он себя мнит там. Это все с Георгия Победоносца, значит, скопировано, значит, это вот он специально это все сделал. Москва. 20 июня 1974 года. Прощание с телом Георгия Жукова состоялось в Центральном доме Советской Армии. Выбор места подчеркивал пониженный статус маршала. Тело было выставлено для прощания в доме Советской Армии, а не в доме ВЦСПС, как полагалось, для видных деятелей партии и государства. Газеты сообщили об этом только в день прощания. Власти боялись давки, но все равно пришло невероятное количество людей. Там очередь, колонны по 4 человека, километров на 5. Народ понимал, какого масштаба полководец уходит. Он их вводил в бой, он их на смерть вводил. В официальной хронике нет кадров, на которых видно, что многие люди вставали перед гробом на колени. Но это было, а власть решила закончить прощание как можно скорее. Как бы обрубили эту очередь, вот, и закрыли двери там еще перед тысячной толпой. Несколько маршалов, его ровесников, выразили желание пойти на похороны, на проводы. Они получили запрет ЦК КПСС. 41 раз во время войны ему объявлял благодарность Сталин. Но в мирное время жизнь Жукова превратилась в ад. Его то предавали забвению, то доставали из небытия для очередной публичной порки. В 46-м Жукова сняли с должности главнокомандующего сухопутными войсками и отправили в ссылку Одесский военный округ. На прощание Сталин ему сказал. Все великие русские полководцы, Суворов, Кутузов, даже Скобелев, были скромны. Вам же этих качеств не хватает. Ишь ты, Наполеон нашелся. Один войну выиграл. Вот это вот заседание военного совета, по мнению многих, кто там присутствовал, есть мемуары, есть об этом свидетельства, оно могло вообще кончиться арестом Жукова, многие полагают. Москва. Апрель 1974 года. После смерти жены маршал почти все время провел в больнице. У него случился новый инфаркт. В редкие дни, когда он был на даче в Сосновке, Жуков почти не спал и беспокойными ночами мог вдруг попросить принести ему саблю. С оружием в руках ему становилось немного легче. Он ее держал в руках. Кавалерист. Лечили, конечно, его лучшие врачи. В этом ему не отказывали, конечно. Вот. Так что было сделано все, чтобы помочь ему. Но это уже было сделать тяжело, невозможно. В конце мая 1974 года у Жукова случилась клиническая смерть. У постели маршала вновь собрался консилиум, состоящий из звезд советской медицины. Но все в итоге признали – к Жукову сознание больше не вернется. Включились искусственное дыхание, механизмы, которые поддерживали жизнедеятельность. И еще 20 дней он жил, но он был в коме. В коме. Уходил медленно. Жуков никак не хотел сдаваться смерти. Он был еще жив. А все политбюро уже ломало голову, как же все-таки хоронить знаменитого маршала. Было понятно, что он уходит, конечно. Тем не менее, даже вот за такой достаточно три недели, ну, окончательно никак не могли решить, как его хоронить. Сердце Жукова остановилось 18 июня. Из близких ему людей рядом в последние дни была только 17-летняя дочка Маша. Она фактически и проводила его в мир иной, уже в больнице, фактически в реанимации. Он этого, конечно, уже не замечал, потому что он был в коме. Но практически на ее глазах отключили аппарат искусственного поддержания жизни. На нее на глазах отец умер. Когда раздавленное горем Маша вернулась из больницы на дачу в Сосновку, к ней примчались гонцы из Министерства обороны, довести до сведения, как будут выглядеть похороны ее отца. Маршал Москаленков, подчеркнуто пренебрежительном тоне, говорил о том, что наверху решили похоронить Жукова на Новодевичьем кладбище. Но позже изменили это решение и постановили похоронить Парангу в Кремлевской стене с кремацией. Но Георгий Жуков не раз говорил своим близким, что кремации быть не должно, и он хочет, чтобы тело его предали земле. Он не хотел, чтобы его, труп его сжигали, кремировали, понимаете? Он хотел быть похоронен на кладбище вместе с своей супругой. Маша пыталась сказать об этом, но ее никто не слушал. После ухода неприятных гостей она бросилась к телефону, который соединял дачу Жукова напрямую с Кремлем, и дозвонилась Брежневу. Брежнев сухо отвечает «Я посоветуюсь с товарищами». Эту фразу от Брежнева слышали часто, посоветовались и сделали по-своему. Подмосковье, январь 1948 года. В ночь с 8 на 9 января 1948 года на даче Жукова в Сосновке был произведен обыск. Искали чемоданчик с золотом и бриллиантами, который якобы был у маршала. Но не нашли, удовлетворившись длинной описью роскошных вещей, которыми был просто набит загородный дом полководца. Добро из Германии Жуков вез вагонами. Например, шерстяных тканей, парчи, панбархата и других материалов свыше 4000 метров. 4 километра тканей. Зачем? Докрадствующих ковров, вывезенных из дворцов Германии, 44 штуки. Ценных картин классической живописи 55 штук. Дорогостоящих сервизов 7 больших ящиков. Это дело назовут трофейным. И в тюрьму по нему попадут 74 человека. В том числе друзья Жукова, генерал Крюков и его жена Лидия Русланова. Зачем было увлекаться, ох, когда знал, что расставаться. Русланову обыжествляли советские солдаты, перед которыми она пела всю войну. Обожала вся страна. Но в ее квартиру тоже пришли сотрудники МГБ. И началась перепись невероятных богатств певицы. Золотые серебряные изделия, рубины, сапфиры и так далее. 132 картины всемирно известных художников. 132. Вы представляете, место им в Третьяковке. Вскоре и Русланова, и ее супруг окажутся на допросах. Из них выбивали показания на Жукова. Крюков дрогнул, а Русланова нет. Ей говорят, вот, ваш муж подписал, а вы не подписываете протокол. Она говорит, значит, его сильнее били. Лидия Русланова относится к редким людям, которые не сдали Георгия Жукова. В лагерях она провела 7 лет. Она говорила, да, считая его великим человеком, если его сошли, то я за ним хоть в Сибирь пойду. Эта история была первым серьезным ударом по здоровью Георгия Жукова. Кололо сердце, скакало давление. Крепкий и выносливый человек стал чувствовать приливы мерзкой слабости. А жить он должен был как минимум 90 лет. Крепкий крестьянский сын с детства привык к тяжелой работе. Во время Первой мировой служил в Драгунском полку. Туда брали физически крепких людей, ведь они рубили шашками так, что разрубали человека от плеча до седла. Каждое утро он начинал с зарядки. Всегда был в прекрасной форме. Прошел несколько войн. Но в мирное время смелый полководец оказался уязвимым, слабым человеком, который мучительно переживал немилость власти и козни даже мелких врагов. Все свои болячки, которые, естественно, повлияли на уход из жизни, Жуков заработал уже, будучи в Апале. В 48-м он остался на свободе, но его отправили из Одессы еще дальше с глаз долой в Уральский военный округ. И он окрался, конечно, в страшном стрессе. И с ним случился инфаркт. И он приехал уже в фактическую больничную курьбу. Вот его первое появление в Уральском военном округе, в Свердловске, началось с больничной койки. Жена Александра Диевна уезжать из Москвы отказалась. И она не раз об этом пожалела. В Свердловской больнице Жуков встретил молодую красивую женщину, врача Галину Александровну. И вскоре они стали вместе жить. Для нее эта ситуация была ужасной, ведь он был женат. А для Жукова привычный. Он не в первый раз, по сути, синхронно имел два брака. Любовный треугольник был его любимой фигурой. На самом деле, люди, которые живут с двумя семьями, это люди, которые живут очень трудной жизнью. Потому что ни в той, ни в другой семье им не прощают то, что они живут параллельной жизнью. Потому что женщины хотят обладать мужчиной. И, в общем, это их женская правда и сложно что-то сказать против. Личная жизнь маршала Жукова всегда была очень бурной. Его любило множество женщин. И каждая из них соглашалась с тем, что единственной никогда не будет. В 19-м году он вступил в гражданский брак с Марией Волоховой. А в 20-м параллельно завел семью с Александрой Зуйковой. Во время Великой Отечественной у него появится ППЖ, Лидия Захарова. Он не бросит ее и после победы. И, оставаясь женатым на Зуйковой, закрутит многолетний роман с Галиной Семеновой. Ну, он всю жизнь практически жил на две семьи. И к старости, тем не менее, когда ему уже было далеко за 60, и то у него появлялись женщины, с которыми он даже вступал в связь. Больше всех с ним продержалась Александра Зуйкова. В 1929 году он получил по партийной линии выговор с формулировкой за пьянство и неразборчивость в связях с женщинами. И решил остановить свой выбор, наконец-то, на Зуйковой. Но не раз потом давал ей понять, что он просто выполнил прямое указание партбюро. Строго-настрого приказали сойтись с Александрой Деевной. Ну, потому что формально она вроде бы как считалась первой женой, более близкой, что ли, более известной партийной организацией. Во время войны он заведет ППЖ, фронтового врача Лидию Захарову. Бойцы называли ее за красоту маленькой царевной. И она верно служила Жукову, понимая, что он никогда на ней не женится. Сделала два аборта. По сути, Жуков сломал ей жизнь. Александра Деевна, чтобы удержать его в семье, строчила на неверного мужа доносы в МГБ. Женщина, которая не могла простить измен, но, тем не менее, терпела их. Женщина, которую историки, ну, некоторые историки называют прилипалой и наглой особой и так далее. Вообще, приписывайте всякие нелестные эпитеты. Эта женщина смогла, по сути, в течение 40 лет удержать такого мужчину, как Жуков, возле себя. Жизнь в семье с Александрой Зуйковой его тяготила. Сначала он любил Лидию Захарову, а потом в его жизни появилась Галина Семенов. И это уже было самое серьезное чувство полководца. Но разводиться он не спешил. Ну, само. Само как-то вот устроится, само рассосется. Сам он от решений уходил. Вот в этом отношении он был слаб. И, конечно, мучил всех своих женщин, по большому счету. Москва. 21 июня 1974 года. После кремации тела Георгия Жукова было организовано прощение с прахом в Доме Советской Армии. К урне с прахом отца по очереди подходят четыре дочери Жукова – Элла, Эра, Маргарита и Маша. В воздухе разлита напряженность. Старшие дочери после того, как Жуков развелся с их матерью Александрой Диевной и женился на Галине Александровне, очень редко видели отца. Она поменяла все номера телефонов, чтобы прекратить связи отца с прошлой жизнью. Изолировала его от детей, внуков, близких, знакомых, чтобы отец принадлежал только ей и дочери. Виделись они очень редко. И, как правило, это были формальные посиделки в честь дня рождения Жукова. Эру и Эллу душила обида за мать. Жуков передавал ей деньги, но никогда о ней не говорил. Он не любил эту Александру Диевну, но дети их связывали. А Маргарита была внебрачной дочерью маршала. Свою фамилию Жуков ей дал, когда девушке было 17 лет. Он имел отношения с ее матерью, Марией Волоховой, параллельно с Александрой Диевной, еще в 20-е годы. Там даже очень сложно понять, кого считать первой женой, а кого второй. Потому что он вроде бы с Волоховой познакомился раньше, но зато Жукова родила первой, а Волохова второй. Элла и Эра ненавидели Маргариту. Такое же чувство испытывала к ней последняя жена маршала, Галина Александровна. После смерти маршала сестры развяжут настоящую войну. Маргарита раздаст немало скандальных интервью. Эта женщина говорила о том, что ее сводные сестры Элла и Эра, они взяты Жуковым и Александрой Диевной из детдома, и они не настоящие дети Жукова. Но в ответ те женщины, девушки отвечали, что она сама самозванка. Их быстро развели, по очереди, сначала Элла, Эра и Маша подошли, потом через какой-то промежуток людей, которые подходили прощаться, подошла Маргарита. В общем, они так друг друга до конца жизни, они, мне кажется, друг друга ненавидели. Москва. 1955 год. Через 10 лет после победы в 1955-м Жуков встретился с избранным президентом США Дуайтом Эйзенхауэром. Они стали друзьями в 1945-м, и Эйзенхауэр тогда восхищался советским полководцем. Но тот человек, что встретил его в Москве, был уже совсем другим. Сохранились воспоминания Эйзенхауэра, где он, вспоминая, пишет, что это был уже не тот Жуков, которого я знал в 1945-м году. Он уже, это человек уже потускневший, человек, который говорил только то, что можно было сказать. Жуков мучительно выстраивал отношения с Никитой Хрущевым. Хрущев его отдалил, и кремлевские интриганы шептали Жукову, что хозяин страны его очень не любит. Несмотря на то, что Жуков дважды спас Хрущева. Первый раз, когда после смерти Сталина самолично скрутил руки Лаврентию Берии. А во второй раз, когда прошелся как танк по так называемой антипартийной группе, в которую входили Молотов, Маленков и Каганович. И Хрущев был в ужасе от созревшей под носом оппозиции. И вот там Жуков произнес такую фразу неосторожную, что если вы сейчас не угомонитесь там, да, в адрес Молотова и Кагановича, если вы не угомонитесь, я обращусь к народу. Эх ты, это значит, значит, все там, я понимаю, внутреннее состояние Хрущева и всех. Жуков дал понять, ЦК может решать все, что угодно, но за ним огромная армия и весь советский народ. И Хрущев тогда насмерть испугался силой легендарного маршала. Был момент, когда он зашатался, а я обеспечил ему поддержку армии. Он тогда меня искренне благодарил, но выводы сделал. Вдруг я пожелаю сесть на его место? Напрасно. Я никогда не хотел государственной власти. Ему потом это приписали, что он якобы хотел поднять чуть ли не восстание, там, армию и захватить Москву. Подмосковье. Февраль 1957 года. В тот вечер Жуков принимал на даче близкого друга, маршала Ивана Конева, которого в начале войны буквально спас от смерти. Вспоминали 41-й. Командаром Конев потерял тогда почти всю свою армию. Его войска попали в Вяземский котел, где погибли и угодили в плен около 600 тысяч бойцов. Немцам была открыта дорога на Москву. Сталин был в бешенстве. Конева ждал суд и, скорее всего, расстрел. Жуков звонит Сталину. Сталин предлагает Конева судить. И Жуков говорит, ну хорошо, расстреляем еще одного генерала. Что толку-то? Где мы еще генералов-то найдем? Дайте ему, значит, еще один шанс. Конев прошел рядом с Жуковым почти всю войну. Выступил в его поддержку в 46-м году. Коневу принесут статью о недопустимом поведении Жукова. Ее подготовили люди Хрущева, и Конев должен был поставить под ней свою фамилию. Раздался звонок, и Конев услышал в трубке голос Хрущева. Он позвонил сам, Конев, и сказал, правь-неправь, а статья твоя завтра в правде выйдет. 3 ноября вышла статья в правде за подписью Конева, где Конев еще раз обвинил Жукова в том, что он принижает роль партии в войсках, в армии, выпячивает свою фигуру и т.д. и т.п. Жуков порвал отношения с другом и даже спустя годы не подавал ему руки. В мае 1970 года Конев обратился к нему с письмом покаяния. В тот злополучный и тревожный октябрь 1957-го в стенах Кремля возникла такая подлая ситуация, когда я, прямо скажу, потеряв бдительность, струсил. Мне, по сути дела, предъявлен был ультиматум. Или я заодно с ними в деле развенчания взорвавшегося Георгия Победоносца, или, в противном случае, заодно сяду с ним на скамью заговорщиков против партии и народа. Хрущев был очень доволен сплетенной интригой. Подлость друга нанесла по Жукову сокрушительный удар и, безусловно, сократила дни его жизни. Некоторые отмечают, что после этого Жуков разъяврился в людях, понимаете. Десять лет они с Коневым не разговаривали. Хрущев совершил в отношении Жукова огромную подлость. Он организовал, по сути, его публичную моральную казнь. 28 октября 1957 года состоялся пленум ЦК КПСС, на котором выступили 8 маршалов Советского Союза. Конев, Рокоссовский, Чуйков, Тимошенко и другие. Они обвинили Жукова в том, что он не слушается руководства партии, не признает ее главенствующей роли, страдает манией величия. Там вплоть до такой даже мелочи, что вот он, когда, будучи министром обороны, собирал там какое-то совещание, то всем приказывал явиться в черных кителях. Значит, зачем? А чтобы одному быть в белом. И тем самым выделяться на фоне, значит, всей вот этой массы генералитета. Что вот он такой вот, как ангел, значит, это белый, значит, парит над этой массой. Припомнили ему и его слова во время войны. Солдат не жалеть, бабы новых нарожаем. И огромные потери на подступах к Берлину. И руководство партии говорило, мы тебя подняли, мы тебя возвеличили, мы тебя назначили на ответственной пастой, мы же тебя совершенно запросто и с ними мы. Жукова сняли и отправили на пенсию. Жуков был растоптан. Ему казалось, что он умирает. После позорного совещания он приехал домой, не стал говорить с женой, попросил снотворное и проспал две недели. То есть он просыпался, ел и принимал снотворное. И вот так 15 дней. Незадолго до своей отставки Хрущев записал у себя в дневнике. Нужно встретиться с Жуковым. Но не успел. Заговорщики выбросили его из Кремля на маленькую дачу и, по сути, посадили под домашний арест. История была зеркальной. Он совершил подлость в отношении Жукова. А потом и сам узнал, насколько это больно и страшно. Подмосковье. Март 1974 года. После смерти жены Галины Жукова часто навещала теща. И она все время говорила о том, что переживает за внучку Машу. Женщина давала понять, что сводные сестры от первого брака лишат девочку наследства. И предлагала фантастический сценарий решения проблемы. Она везде объявляла, что мы распишемся с Георгием Константиновичем. То есть он должна выйти за него замужем. Но, конечно, уже, понятно, это не произошло. Прямо во время похорон к Маше и ее бабушке, тещи покойного Жукова, подошли неприятные граждане и потребовали срочно освободить государственную дачу. Ровно на следующий день после смерти Жукова дачу отобрали у Маши. Ее выгнали из дачи, на которой они жили все эти годы. Указание это дал лично Брежнев, что не помешало ему очень искренне плакать на прощание с Жуковым и выражать его близким чувство глубокого соболезнования. Вместе с другими членами Политбюро он нес урну с прахом маршала до Кремлевской стены. Когда вкладывали урну в стену, вот тогда прозвучали вот эти, значит, три пушечных залпа, и одновременно заиграл гимн Советского Союза. Вот газеты даже писали, что они слились воедино, залпы орудий и гимн Советского Союза. Первые похороны у Кремлевской стены состоялись в 17-м году. На Красной площади обрели последний приют в 500 убитых в уличных боях. В 20-м здесь похоронят Джона Рида, потом умрет Ленин. И для мумии вождя воздвигнут мраморную гробницу, с которой и будут провожать потом в мир иной всех членов Политбюро и других важных граждан. Траурная процессия начинала свое движение, как правило, у колонного зала Дома Союза. Дальше обязательно был митинг. Не стало Сталина, великого соратника и гениального продолжателя дела Ленина. Всем высоким гостям на Мавзолее места не хватало. И рядом строились специальные трибуны. Государственные похороны организовывались без учета пожеланий родственников и шли всегда по накатанному сценарию. Были специальные такие билетики небольшого размера, красные. Ну, как на парад прямо. Вот так вот. Только билетики эти красного цвета, с черной траурной каемкой. И там, значит, написано, кто и что. Главой похоронной комиссии в дни прощания с Жуковым был назначен маршал Гречко. Он сказал короткую речь, в которой, конечно, и слова не было о всех страданиях и унижениях, которые пережил великий полководец в последние годы жизни. Москва. Декабрь 1967 года. У Жукова было несколько инсультов. Один из самых страшных случился в конце 1967 года. Все считали, что он умрет. У Жукова был тромбоз сосудов головного мозга. В больницу его привезли без сознания. Ну, применили. Тогда ведь это было не принято. Тромболитическую терапию только начинали. А у него был применен первый советский тромболитик. Жуков был парализован. И врачам казалось, что восстановиться он не сможет. Но когда он вернулся из больницы домой, за дело взялась Галина Александровна. И Жуков смог шевельнуть парализованной рукой. Жена говорила ему, что скоро он поправится, и они обязательно поедут летом к морю. Он заново фактически учился ходить. С трудом говорил. Галина Александровна искала для него заграничные лекарства. Обратилась к бурятскому целителю Голдану Ленкобою. Лечение стоило огромных денег, и семье Жукова пришлось непросто. Он был единственным маршалом Советского Союза, который был не включен в так называемую райскую группу. Райской ее называли потому, что бывшие полководцы получали должности в армии так называемых генеральных инспекторов. Но ничего не делали. Зарплата была огромная. Сохранялись все маршальские привилегии. Водитель, дача, роскошный спецпайок. Жуков остался без работы. Хотя по закону бывший маршал мог служить в армии пожизненно. Его, как сказали бы сегодня, полностью зачистили из Министерства обороны. В ходе случая, что он там продает комиссионку вещи, потому что не хватает там жить на жизнь и так далее, его не принимают ни в Министерстве обороны там нигде. То есть он никто и никак. Конечно, сам Георгий Константинович по комиссионкам не ходил. Это грустное дело взяла на себя его жена Галина Александровна. На пенсию Жуков содержал не только ее и их недавно родившуюся дочь, но и бывшую семью, не работающих Александру Диевну и тещу. От английского ордена Банни, кавалером которого полагается земельный надел и большая денежная премия, Жуков был вынужден отказаться. И королева английская, узнав о том, что пенсия Жукова 400 рублей, невелика, часть которой он отдавал первой семье, жене и все прочее, предложила, направила письмо в Москву. Хрущев прочитал, поскрепел зубами, предложив денежную компенсацию. Пенсию опального маршала увеличили, но денег все равно хватало только на очень скромную жизнь. Жуков несколько раз униженно просил Хрущева дать ему любую работу, понимая, что, скорее всего, предавший его хозяин страны, ничего ему не ответит. Вспоминает его дочь, когда зашла к нему навестить, приехала его навестить, видит он сидит в кабинете, держит бумагу в руке, это очередное письмо на имя Хрущева, товарищ Хрущев, предоставьте, пожалуйста, мне работы, без армии жить не могу. Другие военачальники и государственные деятели строчили мемуары, и Жуков тоже решил взяться за перо. Найти помощника, редактора и стенографиста было непросто. Все знали, что Жуков находится под постоянным контролем спецслужбы. Его квартиру, его дачу прослушивали, и, в принципе, знали, о чем он пишет. И сохранилось даже письмо семичастного на имя Хрущева. Вот товарищ Жуков появится скоро в Крым, и мы сможем ознакомиться с его рукописью. То есть, понятно, получается, устроив негласный область. Книга шла очень туго, и писал ее Жуков несколько лет. Когда к власти пришел дорогой Леонид Ильич, от него потребовали вставить фрагмент о том, что маршал Жуков советовался во время войны с полковником Брежневым. Чтобы он посоветовал с начальником политодела, ну, это смешно. Умный поймет, сделал ремарку на полях Георгий Жуков, вставив злополучный фрагмент. Все повторялось опять, как и при Сталине, как и при Хрущеве. Новый хозяин страны ненавидел Жукова за то, что его искренне уважает народ и считает символом победы. Прежде того, он неревниво относился вообще к чужой военной славе. В данном случае ему хотелось самому быть тоже большим военачальником. Брежнев маршалом стал только в 1976 году. Мемуары Жукова имели грандиозный успех. Люди часами стояли в очереди за книгой. В 1965 году маршала неожиданно пригласили в Кремль на собрание, посвященное 20-летию победы. Едва он вошел, в зале началась оглушительная овация. И французский журнал «Поимачо» публиковал статью большую, как ему кричали Жукову «Ура! Слава Жукову!» и так далее, аплодировали. И на обложке журнала фотография Жуков выходит со своей супругой из машины «Чайка». Но на ноябрьские праздники того же года Жукова уже никто не позвал. Он впал в депрессию. Думал, что это начало новой травли. Переживания были настолько сильными, что случился очередной инфаркт. Он очень тяжело, как говорили родственники, переживал, конечно, это событие, вот эту, так сказать, незаслуженную обиду, которую ему нанесли дополнительно. Едва Жуков оправился от болезни, случилось новое потрясение. В 1967 году у его жены Галины Александровны обнаружили рак груди. Ей было всего 46. Ее лечением занимались лучшие врачи Советского Союза. Была сделана операция, но диагноз вскоре был признан смертельным. И Галина Александровна поняла, что жить ей осталось недолго. Она жертвовала собой. Жуков тоже перенес там один инфаркт, второй перенес, болел. Человек все-таки в возрасте, ему уже было за 70, вот в 60-е, я говорю, годы. И за ним надо было следить. За собой некогда, хотя она была моложе его значительно. Не обголосили. Упустили этот, ну, она, врачи упустили, она упустила. Всю свою жизнь эта женщина пребывала в огромном стрессе. Ее душила тяжелая обида на любимого человека, который много лет на ней не женился. В 51-м году у Галины случился выкидыш, и это была для нее невыносимая потеря. После смерти Сталина Жукова вновь позвали на царство в армии. Он стал замминистра обороны и вернулся в ЦК. И Александра Диевна, несмотря на то, что Жуков давно жил с Галиной, заставила его, наконец-то, на себе жениться. Она просто железными тисками его взяла и сказала, что я должна остаться все-таки официальной женой. Пожалуйста, распишись со мной, и, Бога ради, можешь уйти, уходи к другой. Для Галины это было страшным ударом. А еще больнее ей было от того, что прошло совсем немного времени, и Жуков вновь стал ненужен в Кремле, и началась очередная опала. Он переживал из-за него. Очень многое из его волнений, из его взорванного душевного состояния он принимал на себя как губка. Законной женой она стала лишь в 65-м году. И, скорее всего, уже тогда была больна. Просто ничего об этом не знала. Свадьбы не было. Для всех они давно уже были семьей, но штамп в паспорте был для Галины Александровны совсем неформальностью. Она, наконец-то, вздохнула и избавилась от тени Александры Диевны, которая всегда была где-то рядом. Очень часто это кончается нервными срывами, у женщин женскими болезнями чаще всего. Потому что постоянно соизмерять, кто знает, кто не знает, что сказать, что не сказать. Ведь если мужчина не ушел из первой семьи, значит, он ее каким-то образом ценит и разрушать не собирается. И вот, когда они, наконец-то, настоящие супруги, когда за плечами столько пережитых потрясений, им дано испытание, пройти которое они не в силах. Спасти любимую женщину никто и ничто не может. У Жукова от страшных переживаний случился очередной инфаркт и тяжелый ишемический инсульт. Самое тяжелое осложнение, которое у него возникло после этого, так называемая центральная нейрология троничного нерва. То есть интенсивнейшие боли половины лица, которые не снимались тогдашними анальгетиками. Ему даже предлагали вводить наркотики, но он, зная, что от них развивается зависимость, он от этого отказался. Он вроде пытался бороться, вставать с инвалидного кресла, делать робкие шаги. Но, видимо, в душе его уже была пустота. Дом без жены казался ему чужим и холодным. Желаний не было никаких. Ему было 78. Позади были годы геройства и подвигов, забвения и позора, любви и ненависти, больших поступков и мелких интриг. На прощении с ним простые люди лили слезы, что большая редкость для кремлевских похорон.